За выживание в ближайшее время будут бороться и 250 семей в поселке Угольный в Саране. Уже неделю люди без воды. Они топят снег и покупают воду в бутылках. Все дело в том, что накопился большой долг и главный поставщик перекрыл кран. Людмила Батюшкина отправилась туда, чтобы во всем разобраться. Снег в поселке Угольный далеко не белый, ведь вокруг расположены шахты. Но для Любови Перминовой другой возможности получить воду нет. Хорошо, хоть снега много. Шесть дней назад из крана перестала течь вода. Я болею. Я осматик. Ни скорая подъехать не может. Стыдно даже в больницу обратиться, потому что вещи нечем постирать. Снег топим. В нескольких дворах есть колодцы, но там тоже вода не очень пригодна для питья. Бутилированная вода в магазинах резко подорожала. Власти организовали машину с цистерной, продающей воду по полтора тенге за литр. Но ее хватает не всем. А местный житель Мухаммеджан Мукашев предполагает, что из-за отсутствия чистой воды у него умер двухмесячный теленок. По данным отдела ЖКХ в угольном больше 250 домов. Вот уже более 10 лет воду по просьбе местных властей им поставляют владельцы крестьянского хозяйства по совместительству хозяева водовода. Они, в свою очередь, получают ее у одного из предприятий Арселор Митталтимиртау. Но сети прохудились, и авария привела к утечке воды на сумму больше полумиллиона тенге. Владельцы крестьянского хозяйства отказались его выплатить, и Арселор Митталтимиртау перекрыл вентиль. Единственное решение – строительство нового водовода и договор с основным услугодателем «Сарань Коммунсервис». Но сделать это можно будет не раньше июня. А уже летом будем решать вопросы по подключению. Ну и то, это, скорее всего, как оно будет решаться. Может быть, материалы из жителей, а работа с нас. Если жители поселка согласятся собрать деньги и выплатить долг, местные власти предлагают им заключить временный договор с Арселор Митталтимиртау. А пока собрать деньги на строительство нового водовода. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область.